Музыка Коллеги, меня зовут Клеев Владимир. Я долго работал в МВД, пока меня не выгнали на пенсию. В БППК. Больше, в принципе, ты нигде и не работал. После этого я отработал достаточно длительное время в страховых компаниях, около 15 лет. И уже три года, занимаясь клубом страховых конференций, мы проводим различные мероприятия. Я очень рад, что сегодня вы здесь, значит, вам это интересно. Обычно это интересно тем людям, которые хотят ловить жуликов. Как говорят, выявлять мошенничество. Но есть одна очень интересная деталь. Для того, чтобы выявлять мошенничество, технические средства нужны. И, к счастью или к несчастью, только технические средства информационной безопасности позволяют это делать. Но успех приходит к тем людям, которые умеют совмещать технические средства информационной безопасности, типа DLP, CM и ежесними, всякие прокси, сервера, снимать информацию, и с другими различными мероприятиями, которые, в принципе, к ИБ не относятся. Поэтому в чем сложность этого куска работы? В том, что человек, который должен добиться успеха, должен обладать разносторонними знаниями. А этих людей нигде не готовят. И, скорее всего, нигде не будут. Такая вот очень интересная ситуация. Они должны учиться сами. Обычно как людей готовят? Он приходит на рабочее место после окончания вуза, и ему говорят, а вот теперь учись. И он там год, два, три набирается опыта, через три года становится специалистом, начинает расти по карьерной лестнице, переходит в другую компанию, где больше зарплаты, и вот такой у него рост. А чему он научился в этой компании? Правильно там было, неправильно? Сложно сказать. У меня есть предложение. У нас есть очень интересный спикер, который я знаю давно. И у него есть интересная презентация, с которой мы можем оттолкнуться и уже провести какие-то параллели. Объясняю, почему это важно. Обычно у нас говорят, изучайте опыт. Вот есть опыт иностранный, да? Есть опыт российский. К сожалению, экономическая безопасность в нашей стране стагнирует. Почему она стагнирует? Потому что нет никаких стандартов, никаких требований. Те люди, которые руководят этим, они не занимаются, к сожалению. Они не делают ничего для того, чтобы как появился рынок экономической безопасности, как появился рынок информационной безопасности. И, скорее всего, мы можем уйти в compliance и risk management, как наши западные друзья, несмотря на то, что теперь мы уже и не друзья. Это очень опасно, потому что у нас была своя методология и свои ноу-хау, которые не используют иностранные товарищи. На самом деле они их используют, просто об этом не говорят. То есть они говорят, что мы строго compliance, а на самом деле они используют и другие технические средства и проводят другие мероприятия для получения результата. У меня есть предложение. Послушать Игоря Лебедева из компании КПМГ, который нам сейчас расскажет, а какой опыт-то вообще есть. Всем здравствуйте, коллеги. Здесь такая подводка. Я-то, наверное, на этой встрече был максимально бесполезным существом, поскольку я, наверное, где-то между и не айтишник, и не безопасник. И у меня такой, наверное, не то, что российский зарубежный, а вот российский практически фундаментальный научный опыт, поскольку вопрос о безопасности, защищенности, но это такая история, которая связана с биологическими потребностями. Это не только человек. У нас бизнес же тоже не амеба какая-то. Это совокупность бизнес-процессов. Защищенность активов – это один из фундаментальных, биологических, если можно сказать, таких требований или функционала. И мы, общаясь со многими нашими коллегами, с клиентами, будучи представителями консалтинга, которого, кстати, вы знаете, что в настоящий момент он очень сильно поменялся, то есть частник АПМГ, компания называется КЭПТ. И по функционалу вопросов, которые перед нами ставятся, мы очень тонко, что называется, на кончиках пальцев, видим, куда идет бизнес, какие потребности, как к врачу приходите, он спрашивает, где болит. Вот где болит, они к нам идут сначала. И здесь я позволил себе, наверное, несколько слайдов вашему вниманию предложить, потому что уж больно ландшафт поменялся, как сервисов, так и, собственно говоря, запросов на состояние защищенности. Ведь смотрите, какая петрушка. Вот мы сейчас видим, что из всех шелей на нас там лавина информационного поля потока, что везде там диджитализация, везде цифровизация. Добавьте сюда там бигдейт-анализис и сайберкрайм, и вы будете самым модным спикером на любой тусовке. При всем при этом многие забывают о том, что по большому счету любые наши там айтишные приложения, программно-аппаратные комплексы, в безопасности же очень много вопросов, которые решаются разными способами. Это не более чем средство достижения цели, это и защищенность. И здесь первое, что хотел бы вам сказать, но вот опять же, если вы там со мной согласитесь, не согласитесь, чтобы это там в театр одного актера не превращалось. Вы там, если есть вопросы, в себе не держите. За последние, наверное, 2-5 лет экономика поменялась настолько радикально, как она не менялась за последние 200-300 лет. Именно поэтому ландшафт или профиль рисков, как принято говорить, он, правда, действительно сильно поменялся. И мы понимаем, что это объективный экономический процесс. И именно этим обуславливается то, что вот это обеспечение состояния защищенности, чуть-чуть занудой побудую, теоретиком, поскольку по безопасности защищал диссертацию. Оно привело к тому, что если у меня трансформируется сам бизнес, у меня и риски, и угрозы трансформируются ровно так же. Именно поэтому вот эта цифровизация предприятий, о том, что у нас сейчас действительно идет там новая технологическая эра, она привела к тому, что и риски поменялось. А что такое состояние защищенности? Это когда мы с вами этими рисками, которых до нуля никогда нельзя, ни один там, если кто-то вам скажет, что риски можно уменьшить до нуля, это значит ничем не заниматься. Ну, в биологии это называется труп. И в данном случае ландшафт этих рисков, он меняет требования и меняет парадигму к обеспечению безопасности. Те модели, которые внедрялись, об этом вот, ну, может Владимир Иванович, наверное, рассказать, поскольку он один из первых, кто там книжки начал писать в теории безопасности. Это там когда в 90-х годах еще Ярочкин, Шаваев, это представители МВДшной нашей династии, это сейчас неприменимо. При всем при этом огромная проблема, что вызовы и риски поменялись, а зачастую функционал безопасности и кадровое обеспечение осталось прежним. И это очень хорошо стало заметно в условиях тех кризисных явлений, в том числе, которые мы с вами последние полугодия видим на себе. И если это стало заметно для представителей бизнеса, а прежде всего это высшее руководство компании, либо акционеры, эти вопросы не стали более значимыми, что ли, не знаю, как сказать лучше, воровать больше не стали, скажем так, на предприятиях. Но при всем при этом у нас пирог экономики, он сжимается, мы же не растем двузначными темпами, как Китай, например, в лучшее время, да, и у нас закончился период длинных дешевых западных денег. А начался какой период? Санкции и безденежные вообще. И эти вопросы, которые раньше, например, не были настолько чувствительными, стали более видимыми. И именно это обеспечило то, что сейчас на уровне правления крупных компаний, на уровне совета директоров, коллегиальных органов, вопросы организации обеспечения безопасности эффективного стали все больше и больше выноситься в плоскость изменения парадигмы. Как с точки зрения программно-аппаратных вещей, то есть технического подхода, именно поэтому, сколько вот здесь спикеры предыдущих говорили об одних системах, вторых, третьих, четвертых, так и с точки зрения наполнения кадрового потенциала. Кадры решают все это. Тот тезис, который сейчас в обеспечении безопасности и защищенности в условиях ограниченности ресурсов стал основным. Это первый тезис. Второе. Сложилось ощущение или стереотип, что безопасность, организация функции защищенности, это не что-то советское. Пошел милиционер с дубинкой или бабушка на КПП. И этот стереотип абсолютно точно разбивается о состоянии современных высокотехнологичных функций, которых мы видим. И здесь вопросы широта полета ограничиваются только лишь бюджетом. И как ни странно, кстати, организация безопасности сейчас стала одним из самых высокотехнологичных процессов не только в финансовом секторе, о котором Володя говорил, но и на предприятиях промышленных. И вот то, о чем мы видели, мы сделали исследование своих же клиентов, которые просят нас помочь, например, внедрение методологии, описание бизнес-процессов. Там порядка 100 крупнейших предприятий. И обратите внимание, что мы нашли. Это вот перечень технологий, которые в настоящий момент в организации обеспечения безопасности уже пришли не на уровне какого-то внедрения пилотов, а на уровне реального обеспечения минимизации рисков конкретных бизнес-процессов, просто в разных. Это и то, что касается блокчейна, и анализ данных здесь есть, и машинное обучение в антифрод-системах. Это то, что касается обеспечения защищенности контора безопасности с точки зрения физики. Это распознавание фото, речи, КПП автоматизированное. Это те программно-аппаратные комплексы, которые уже применяются при расследовании каких-то инцидентов, которые все равно будут. Мы же с вами понимаем, что если что-то случилось, мы должны расследовать и дать рекомендации, чтобы это не случилось завтра. По большому счету, как бы мы ни назывались, что важно бизнесу? Две вещи. Первое. Куда ушли мои деньги и как их вернуть? Если их можно вернуть, поэтому технические и новые айтишные решения, они помогают, в том числе и при поиске активов за рубежом, к примеру. Каким образом мы с вами обеспечим поиск активов, ну, например, в Греции? Для кого-то это сейчас эфемерные вещи, а кто-то, например, сотни миллионов потерял. Там 300 муниципалитетов и нет единого реестра недвижимого имущества. Попробуйте это сделать вручную. Методом перебора, да, в ближайший год будете делать. Это то, что касается конкретных практических способов внедрения, в том числе и DLP-систем, о которых мы поговорили. Я позволил себе сделать несколько примеров, коллеги. Понятно, что это не там, как сказать, я не претендую на то, что я там являюсь гуру именно это, но то, что мы видим. Вот 7-8 лет назад, вы помните, какая была истерика в отношении блокчейна? Хотя технология-то не нова, да, обработка распределенных реестров еще советская физика занималась. Другое дело, что ее довели до комперциализации. Можно ли использовать блокчейн помимо крипты для обеспечения защищенности активов, как оказалось, да? И почему нет? Это все, что касается вопросов, ну, например, там, контроля с точки зрения исполнения договорных отношений. Чем хороша эта технология? Помните, вот кто там руку поднимал в безопасности, тот, наверное, знает, имеет юридическое образование, например, требования к доказательствам. При расследовании относимость, допустимость, достоверность, при всем при этом, чем хорош блокчейн? Если вы запилили функционал организации проведения расследования на блокчейне, вы автоматически обеспечиваете требования к доказательствам в части того, что вы изменить что-то можете только вот в каждом участке этой цепи. Это требование проверяемости выводов. Вопрос не, как сказать, не в том, на какой технологии, а какая цель, да? В безопасность блокчейн пришел. Когда на нем очень хорошо работает система, которая связана с отслеживанием исполнения договоров. Ведь у нас какая беда в бизнесе в большом? Департамент организации закупок отторговал какой-нибудь там лот на 25 миллиардов, да, или еще на что-то. Департамент материально-технического снабжения, он поставил галочку, что они эту потребность довели до работы, и после этого подписали контракт, все, безопасность ушла. Ребята, это бизнес теперь исполняет этот договор, а у меня стройка 5 лет длится. Ну то есть вопросы того, что потом необходимо будет контролировать, ну например, там изменение цены, изменение объема, пересортиться, ну и прочие-прочие вещи, которые в реальной жизни бывают сплошь и рядом. Это технологии, которые позволяют это делать. Готова ли в это инвестировать компания? У меня есть несколько примеров. Есть примеры негативные, когда не готовы. Не потому, что технология плохая, а потому что пчелу против меда, воровать нельзя. Ну то есть когда ты сам себя автоматизируешь, то эти лазейки прикрываешь. То же самое то, что касается Big Data Analysis, который по сути позволяет делать там BI-ные приложения с точки зрения мониторинга защищенности в реальном времени. Это уникальная история, которая позволяет сформировать по пирамиде крупного холдинга. А мы знаем, что у нас весь бизнес в основном это холдинговые структуры. То есть держалка активов, например, в Москве, Петербурге, Вегетеринбурге и производственные площадки по всей России. При всем при этом именно внедрение вот этой вот даты аналитики позволяет, например, в реальном времени в управленке отслеживать необъяснимые аномальные колебания. Ну например, там процент от браковки на складе вырос. То есть какие-то вещи, которые для вас будут риск-индикатором для того, чтобы, ребята, обратите, пожалуйста, внимание вот именно сюда. То же самое, например, проверка в контрагентах. Традиционная история. То есть каким образом можно проверить одновременно, не знаю, там 57 тысяч контрактов было в компании, в которой я работал долгое время и за аудит отвечал. Вот вы методом перебора сколько будете проверять? Ну то есть понятно, что должны быть технические решения, которые там вам позволят это сделать. То же самое, когда используются современные способы, которые сейчас у нас активно внедряются, говоря, что искусственный интеллект пришел в безопасность. Это действительно так. Это не только информационная безопасность, это предиктивная аналитика в отношении выявления признаков злоупотребления, которые потом должны будут подвергаться расследованиям. И опять же это может быть на всех бизнес-процессах, когда элементарно настроенные тесты помогут очень сильно повысить раскрываемость, плохое, наверное, слово милицейско-полицейско, но тем не менее повысить информированность. Ну, например, там, не знаю, элементарно сравнить два массива данных, когда у нас и один, и другой покрываются нашими платежными системами. Ну, почему у нас, например, там есть затоваренного склада, когда мы видим из модуля логистического, что у нас действительно с этим проблемы, при всем при этом у нас увеличивается, и не увеличивается аренды платежи за тот же самый склад. То есть какие-то аномалии бизнесовые с использованием как раз вот этих айтишных приложений. Очень интересно, в России, кстати, одна из, наверное, таких стран, где динамично развивается, кто работал с автоматизированными горячими линиями. Не просто, когда идет вот там механический голос, да, а когда люди пытаются попасть в фокус-группу, в аудиторию, ну, например, там, не знаю, в моем поколении, там, 40+, да, совершенно нормально взять, позвонить на телефон. А если вы там посмотрите на дальше, на миллениалов или так далее, и там на детей сейчас, на ребят сейчас, которые будут в нашем будущем, по сути у них вся жизнь в лэптопе, ему не интересен такой средство, способ коммуникации, средство общения, но при всем при этом там чат-бот в Телеграме прекрасно в него попадает, да. То есть это вот новые какие-то форматы, которые решают одну и ту же задачу, получить информацию, которая будет гипотезой, основанием для дальнейшего расследования, но при всем при этом это новый способ, это новые каналы, это здорово, это работает. Вопрос, как обрабатывать. Вот, например, мы там одновременно аутсорсили там в прошлом году 12 этих горячих линий, и что туда падает, это мрак, да, то есть когда наши сотрудники, они же пытаются использовать это как инструмент сведения счетов, кто там пьет на рабочем месте, кто с кем спит, и само по себе это не безинтересно, к теме безопасности относятся слабо, если это не конфликт интересов. Когда у нас есть совершенно новые подходы к организации безопасности в части периметральной защиты, когда я понимаю, это, кстати, вопрос абсолютно экономический, вот приходит новый безопасник на какое-нибудь крупное предприятие металлургическое, не знаю, там ММК, НЛМК, там Северсталь, если есть коллеги, да, там, опять же, пример из головы, и вот он приходит и говорит, ребята, а вот мы на ЧОП тратим 3 миллиарда в год, и это немало, а нам нужно 2000 ЧОПовцев или нет? Ему говорят, да ты что, парень, у тебя там 14 километров только забора одного, да, как мы без этих, без там оперативной группы и так далее, у нас 12 КПП, там нужно понимать контрольно-пропастной режим, там поставили весы, которые там смотрят, а с данными там складского учета это бьется или не бьется, вот у нас на этих 12 КПП сидят там бабушки и дедушки, и группа быстрого реагирования, если вдруг какой-то несун на КПП попал, да, он говорит, да подождите, давайте по-другому, мы же там в конце концов в каком веке живем, ему говорят, а что такое? Он говорит, ну давайте поставим автоматизированный КПП, и мне, говорит, не нужны вот эти бабушки, когда ко мне должен прийти сотрудник, да, там будет стоять рамка металлодетектора, который автоматически этого несуна там отловит, он должен дунуть валкотестер для того, чтобы он на опасный производственный объект пришел трезвым, вышел трезвым, при всем при этом хотите там сделать биометрию, как во многих компаниях, вот обратите внимание, не случайно там НЛМК, Северсталь, это вот реально примеры практического внедрения справа наверху на слайде, при всем при этом мне группа быстрого реагирования не нужна, потому что если вдруг он попался там на выносе чего-нибудь, его эта вертушка на КПП заклинила самостоятельно, и мне нужна одна опергруппа, четыре человека на автомобиле. Ему говорят, парень, ну ты предоставляешь, это вопрос капекса, а сколько мы будем стоить, ну сколько стоит такая система, вообще овчинка выделки стоит? Он говорит, ну хорошо, как любой инвестпроект, давайте посчитаем, который обеспечивает уровень защищенности. И когда вы смотрите дисконтированный денежный доход, как решение инвестиционное принимается, то есть ты понимаешь, что там на четвертый год эксплуатация, она у тебя отбивается, при всем при этом ты 2000 чоповцев не содержишь, зачем они мне? Ну вот если раньше это было фантастикой, или, например, вы приходите в банк, мы в этом смысле отстаем, ну вот там приехали в условную Испанию, сейчас даже не знаю, как приехать, не приехать. Ключевой вопрос безопасности, зная своего клиента, зная своего контрагента, с кем мы контактируем. Ну это вопрос гигиены бизнеса, и ни один банк вам не откроет счет без идентификации личности. Если раньше я шел в отделение и так далее, то если сейчас там в условном Сантандере я могу дистанционно это сделать, прямо из России, кстати. Ну когда я покажу свой паспорт, я сфотографирую, биометрия посмотрят, межзрачковое расстояние, другие идентификационные признаки, дистанционно мне счет откроют. Это технологии рабочие, они у нас, кстати, тоже применялись. Было пилотное внедрение в крупных банках и в крупнейших банках. Но там, правда, фокус-группа была выбрана, мне кажется, не особо такая интересная. Для пенсионных счетов это делали. Ну а где бабушка, и где биометрия. Это, мне кажется, не самый удачный эксперимент. Хотя все вот эти вещи, которые связаны с технологией распознавания голоса, фото, чуть сложнее видео, но тем не менее так или иначе он применяется в безопасности. Когда у нас используется интеллектуальный контроль с точки зрения того, что многие вещи попадают в ту самую историю, которая называется интернет вещей. И здесь разные вещи. Для промбезопасности, например, очень интересно. И как бизнес-аналитика. Вставьте GPS-трекер или RFID-метку в одежду, и вы поймете, что у вас без средств индивидуальной защиты на опасном производственном объекте не должно быть ни одного человека. Рамка не выпустит. Или, например, вставьте в эту каску дозиметр, и вы там на предприятиях Росатома будете иметь автоматическое онлайн покрытие вопросов, которые связаны с радиационной безопасностью. Да элементарно вы строите, у вас там на стройплощадке 200 человек бегает. И вы поймете, что, например, 200 человек одномоментно курят в курилке, а должны не курить, а работать. То есть это вопросы, которые с одной стороны безопасность касаются, с другой стороны они так или иначе все равно выходят в экономику. И вот это еще одна парадигма. Люди начали понимать, как собственники, так и высшего руководителя, что невозможно вопросы безопасности оторвать от вопросов экономики. И вот сейчас это, слава тебе, Господи, эта парадигма торжествует. Особенно это связано с опасными производственными объектами, если про интернет вещей. И здесь огромные проблемы с точки зрения защиты информационной безопасности. Вот я сам работал в технологической компании, вот, например, стоит у вас НПЗ. У вас все эти установки с УТП объединены. Вы не регулируете винтами, ручками процесс сгорания газа, например, или его температурный режим. И понятно, что чем больше у нас промышленного оборудования так или иначе коннектится к внутрозаводским сетям, либо, например, к внешним сетям, тем вопрос обеспечения защищенности все актуальнее и актуальнее. Вот, ладно, там, наши бытовые вещи. А вот представьте, там, в какой-нибудь установке получил доступ неидентифицированное лицо, и он вывел ее, например, на закритический режим работы. Когда, там, после определенного количества времени она взяла и просто рванула. А представляете, это террорист будет. Ну, то есть, это те вопросы, которые раньше, они либо не решались, либо решались не так, но чаще всего не актуальны были. И мы понимаем, что другой дороги нету, да, поскольку все больше и больше предприятий представляют собой замкнутый технологический комплекс, который, по сути, обвязан сетевым взаимодействием, в том числе, в разрезе конкретной установки. Это не только промышленность. Промышленность ведь, почему я привел? Потому что, там, если что-то рвануло, это видимо. А представляете, если, например, там, в банковской компании ровно такая же история случилась, и у вас там платежная дисциплина не выдержала, или там платеж не попал. То есть, ну и ряд других технологий, которые уже там хорошо известны, ну, например, это беспилотники. Если раньше, там, для того, чтобы провести расследование или посмотреть, насколько у нас сохранны активы, а работаете вы в какой-нибудь энергетической компании, у вас рядом с электростанцией лежит уголь навалом. Это вот такой конус раз метров в метр в пятьдесят. Вот вы как объем этого угля будете считать? А он денег стоит, и денег немаленьких. А вдруг украли немножко? Раньше что делали? Приезжал Георг Машейдер, методом у тебя долитой рейки. Он, соответственно, все это снимал, или там нет маршейдерского замера. Физику учили, геометрию учили, как объем конуса считают, знаем. Соответственно, ведром зачерпнули плотность этого угля, знаем объем, знаем плотность, чего выходим? Массу. Минус погрешность, пять или семь процентов, вот вам как бухгалтерия работала. И для этого нужно было мобилизовать десять, пятнадцать, двадцать человек, в зависимости от того, где лежал этот уголь навалом. Заметите уголь на песок, заметите песок на зерно, ну любой насыпной груз, который имеет ценность. И сейчас это работает по-другому, мне не нужны эти двадцать человек, мне нужен там один дрон с видеокамерой, я ставлю четыре точки на GPS, он его облетает, по разнице угловой скоростей, он автоматически в онлайне репортит мне в программу, которая мне считает объем этого конуса. или, например, объем земляных работ. Это почему важно? Потому что у нас как минимум два бизнес-процесса, которые всегда в красной зоне. Это лучше всего регламентировано в любой компании закупки, и это все, что касается капстроя, либо плановых, неплановых ремонтов, производственного оборудования, если вы в промышленной компании работаете. В стройку в России можно закопать миллиарды, что регулярно успешно делается. Особенно, если вы не отследили вовремя объем скрытых работ. Вот эту яму закопали, бетоном залили. Я уже не пойму, мне нужно было именно в тот момент этот дрон запускать. А если это, например, северный завоз, либо какие-нибудь активные гористые, сейсмоопасные районы, куда ты одновременно, например, не можешь мобилизовать 25 человек из-за того, что территория отдаленная. То есть это те вещи, которые действительно плотно работают во многих компаниях. Роботизация процессов. И здесь не только конкретные тесты, которые в том числе ДЛП-система делают, в процессе своего рутинного мониторинга, но это то, что касается автоматизации проверки контрагентов. Когда у меня есть компания, куда я прихожу, я говорю, хорошо, сколько у вас сотрудников безопасности на проверке контрагентов сидит? Мне говорят, там столько-то, двое или трое. Я говорю, сколько у вас контрагентов, пусть даже только новых, какое-то количество число. Я говорю, вот вы элементарно, как управление, с руководителем безопасности, которое обеспечивает защищенность от того, чтобы у вас неблагонадежные контрагенты не появились, поделите их количество, на количество этих людей у каждого есть временной фонд. Он спать должен, кушать должен. И получается, что для крупной компании в нефтехимии одного этого контрагента проверяют 12 минут ручками. Вот за 12 минут что вы сделаете? Из парка выгрузку? Ну, то есть я говорю, ребята, вот у вас каждый из этих бойцов, четырех, стоит по 300 тысяч в месяц, плюс там соц, там эти самые, отчисления и так далее, фонд оплаты труда, вот вы просто берете и эти полтора миллиона просто выкидываете, потому что они свою производственную функцию не выполняют, из-за того, что не можно, нельзя это сделать в единицу времени, на зарплату получают. Задача, как решается? Либо увеличить их там с четырех до сорока, что многие делают, ну, например, вынося центы по авиаконтрагента в Беларуси или в Индию, где ставки подешевле, либо вооружив этих четырех наших бойцов программно-аппаратными комплексами, которые по шлесовому соединению высокоскоростному подсасываются к базам данных, когда уже идет эта проверка автоматизированная. Если всей популяции индикаторы стрельнули, что там из тысячи у меня 20 с признаками злоупотребления, вот туда этих четырех и направляете. То есть это те вещи, которые уже плотно вошли в обиход безопасника 21 века. Ну, про права доступа пользователей, про возможности DLP-системы. Я не будучи профессиональным DLP-щиком или как, не знаю, как назвать, вам об этом лучше рассказали, но тем не менее это вот ровно то, о чем я хочу сегодня сказать. Про расследование, наверное, говорить не буду. Ну и закончить, наверное, чем хочу. Мы видим, это видно, если там сегодня будут спикеры про подготовку кадров говорить, что вот то, с чего я начал, за последние несколько лет изменился экономический уклад и как производные изменились подходы к обеспечению безопасности и профессия поменялась. Я вам больше скажу. Многие профессии просто в стену летят, а многие пролетели уже. И это, например, для меня характерно. Я специализировался на аудите, на бухгалтерском учете. И вот сейчас, например, в зарубежных странах перестали высшее образование давать на бухгалтера, а когда я учился там 25 лет назад, это считалось престижной профессией на жизни одного поколения. И эти изменения не страшны. Страшна скорость нарастания этих изменений, то есть единицу времени этих изменений, которые генерируют новые риски, против которых мы должны выстроить систему защиты, появляется все больше и больше. Именно поэтому вот магистральным трендом на применение специальных, в том числе программно-аппаратных средств, на применение новых подходов, на обеспечение защищенности бизнеса 21 века, когда безопасность это не тащить и не пущать. Это обычный бэк-офисный процесс, который должен быть эффективным. И вот когда эта парадигма поменялась, а многие компании в условиях невозможности повышения выручки в настоящий момент по объективным причинам, ведь бизнес с чего живет? Он же не с выручки живет. Есть доходная часть, есть затратная часть, есть чистая прибыль, которая по сути является базой для распределения дивидендного дохода. Вот вам цель. Если вы не можете эту выручку поднять, вы можете затраты опустить. И вот парадигма, которая сейчас в головах, каждый непотращенный рубль, непроизводительный затрата, это заработанный рубль. Вот когда большинство компаний эта парадигма будет внедрена на уровне высшего руководства акционеров и спустится ниже, вот тогда наверное средний уровень защищенности любого нашего актива повысится в том числе с использованием современных средств. Игорь затронул очень важную тему, что экономическая безопасность в промышленности скажем очень серьезно отличается от финансового блока. Но в финансах тоже очень серьезно есть отличия. Скажем безопасность страховая практически не понимает безопасность банковскую. Как это не смешно, да, вроде финансы все одно и то же должно быть. Но это абсолютно не так. Потому что у банковских безопасников свои задачи страхования они несколько шире и уже стоят другие проблемы и заточены безопасники страхования именно на это. У меня такой вопрос. У кого из вас есть ДЛП? Не имеет значения. Легкая, тяжелая, полная. У кого есть ДЛП? Поднимите руки. Отлично. Хорошо. Значит, мы можем много интересного узнать. У кого ДЛП поставлено для того, чтобы была и пылиться на полке? Есть такое? У всех работает? Все. Принимаем, что все внедрили, она крутится, идут теневые копии, их очень много, мы их все просматриваем глазками, у нас большой штат, и мы смотрим, выискиваем все алерты, да? Или у кого-то уже искусственный интеллект есть, коллеги? У кого есть искусственный интеллект? Поднимите, пожалуйста, руки. Ни у кого. То есть те вендоры, которые декларируют, что они применяют искусственный интеллект, немного лукавят, я так понимаю, да? Я, к сожалению, тоже с искусственным интеллектом не работал, но скажу вам, что на самом деле его обучать очень несложно. По одной простой причине. После того, как вы поняли, как ДЛП ищет алерт, уже обучение это не представляет большой сложности, если у вас есть этот интеллект. Вы его можете научить, и он будет вам из всей массы, что лежит на сервере теневых копий, выдавать эту информацию. Здесь возникает другой вопрос. Расследовать то, что вам выдаст. То есть надо понять ценность этой информации. Представляет она, как у нас говорят, оперативный интерес, или не представляет. А после того возникает вопрос, как собрать доказательства уже, скажем, для возбуждения уголовного дела или для увольнения. Здесь возникает очень много вопросов, как это у нас в ОБЭП это называли закрепиться, смешное слово такое, закрепиться, то есть получить доказательства, закрепиться, чтобы потом вас нельзя было сдвинуть. Это такой очень тонкий момент. И здесь у нас очень часто, о чем говорил Игорь, это форензик, это те расследования, которые надо знать, какие сначала исследования, потом экспертизы можно провести. Исследования мы проводим грубо говоря, до возбуждения уголовного дела, экспертизы уже в ходе возбуждения уголовного дела, хотя в гражданском процессе идет постоянная путаница и это может называться абсолютно не так. И возникает вопрос о правовое основание применения ДОПИ. У меня хотелось бы услышать мнение Евгении Смирновой, которая в этой теме достаточно глубоко. Женя, скажи свое мнение, если не сложно. Да, коллеги, я, наверное, прежде всего поделюсь своим эмоциональной составляющей, потому что на самом деле правовое обеспечение это, наверное, тот вопрос, который стал возникать все чаще и чаще в последние какие-то годы, потому что если до этого приходили заказчики, просто покупали ДЛП и говорили, что у нас теперь есть система и мы ее установим и будем использовать, то за последние годы все чаще и чаще стали задавать вопрос, а вообще как ее использовать, а как там с конституционными правами обстоят дела, что нам нужно сделать, какие документы, поэтому в этом смысле здорово, что стали возникать такие вопросы, потому что правовая составляющая играет здесь не ключевую, но фундаментальную часть. И если вернуться к вопросу, что необходимо сделать для того, чтобы легализовать, я не очень люблю термин легализация, потому что здесь скорее не стоит вопрос легально ли это, скорее стоит вопрос в легитимизации, то есть нужно предпринять какие-то меры, провести какие-то серии мероприятий для того, чтобы действия со стороны работодателя в отношении своих работников были действительно законными и обоснованными. И в первую очередь наверное работодателю следует вообще разобраться у себя внутри с информацией, возможно некоторые эксперты говорят, что нужно как-то информацию категоризировать, нужно разложить все на полочке, определить с какой информацией как мы работаем и так далее. Да, это фундаментально, потому что для чего нужно DLP? Для того, чтобы работодатель мог защитить свои активы, собственно. Поэтому в первую очередь нужно разобраться с информацией, внедрить режим коммерческой тайны, ознакомить сотрудников с этим режимом, объяснить, что можно делать, чего делать нельзя. второй шаг, наверное, такой из фундаментальных, это внедрить некоторые документы, которые касаются того, как работает система мониторинга и контроля, что она вообще существует, об этом сотрудник обязательно должен знать, то есть его об этом нужно уведомлять, нужно рассказывать, что система мониторит, до какой глубины она уходит, как она хранит данные и так далее, потому что здесь мы имеем дело и с персональными данными, и с коммерческой тайной и так далее. Третьим шагом, наверное, я бы выделила уведомление сотрудника о том, что есть вообще система DLP и в некоторых случаях, ну так, мы рекомендуем, по крайней мере, заказчикам получать согласие на обработку персональных данных, которое, ну, согласие на обработку персональных данных в целях работы DLP-системы, да, то есть если вдруг какие-то, например, личные данные попадают в систему заказчика, в инфраструктуру, то понятно, что DLP-система каким-то образом будет обрабатывать эти данные. Вот, обязательно, конечно, сотрудников нужно уведомлять о том, что, коллеги, пожалуйста, не храните свои личные персональные данные на рабочих станциях, не обрабатывайте там какую-то личную информацию, то есть есть там рабочий день, есть рабочая станция, это имущество работодателя, и использовать его нужно только в рабочих целях. Ну, это такой, наверное, основа основ. И, наверное, последнее, чтобы можно было порекомендовать работодателям, это наладить систему проведения внутренних расследований и там применения в случае необходимости дисциплинарных взысканий, потому что все мы знаем, что есть совершенно небольшой срок по трудовому законодательству, когда работодатель может применить дисциплинарную ответственность в отношении своего сотрудника. Поэтому здесь речь идет буквально о нескольких неделях, до месяца срок, и, конечно, все это должно быть строго регламентировано, системизировано и работать отлаженным. Павел, спасибо, Женя. Павел, по глазам вижу, что у вас есть что добавить. Ну, добрый день, меня зовут Павел Чернов, послушал действительно выступление Игоря Александровича, и все-таки исходя из той профессии, и тех мест, где я работал, я долгое время проработал в экспертных подразделениях МВД России, и как раз-таки мы уже вступаем в процесс, когда все-таки DLP система, в принципе, если можно вообще разделить условно, где кейсы, где реально DLP система есть, она успешно функционирует, то есть собственно не заинтересована, есть кейсы, где ее нет и быть не может. Допустим, если мы говорим про какой-то крупный банк, то действительно DLP система существует, и ее успешно все используют. Если мы говорим про банки с отозванной лицензии, естественно, ни собственник, ни руководство не заинтересовано использовать такие системы для того, чтобы каким-то образом документировать свои же следы. Также и при проведении финансовых расследований, когда совершается корпоративное мошенничество, допустим, у нас есть два партнера, один вкладывает деньги, другой говорит о том, что я буду управлять бизнесом, вся оперативка на мне с тебя финансовна. Естественно, при не совсем благих помыслах второго партнера он начинает обманывать инвестора, своего коллегу, и естественно, никаких DLP систем не применяются. Опять же, такая задача не ставится. Безусловно, когда все-таки идет контроль за действиями сотрудников, они играют определяющую роль в успешности проведения финансового расследования. Опять же, посмотреть с точки зрения тех подходов, которые используют крупные компании, во многих, как правильно Вадимир сказал, что купить купили, но пылится на полке. Или, допустим, политики в компании разработаны, а ими не пользуются. Если брать какие-то примеры, если скидка на продукцию предоставляется 25%, это до 25%, это может принимать менеджер и руководитель подразделения. если скидка более 50%, то санкцию на такую скидку уже должен давать директор по продажам всей корпорации. Но когда анализируешь подразделения низовые, почему таким-то образом скидки предоставляются и 90%? В силу того, что вроде как все написано, политики соблюдаются и вроде как это все подкреплено информационной поддержкой, каким-то образом исполнители это все обходят. Или вот другой, например, случай. Самый главный, один из главных принципов это разделение полномочий, чтобы в рамках, в одних руках не были сосредоточены допустим, опять же на примере скажу, лицо, которое размещает заявку на закупку запасных частей, потом у него же есть права по их оприходованию и списанию в производство либо просто списание на брак и так далее, не требуя дополнительных подписей. Опять же, система работает, она предусматривает, что эти роли между сотрудниками распределены, но по факту каким-то образом идет корпоративный сговор и сотрудники между собой каким-то образом это все сосредотачивается в одних руках, что безусловно неправильно. Но с точки зрения опять же может быть менталитета или еще чего-то действительно все друг другу верят на слово и поэтому возникают такие казусы, которых действительно огромное количество. Вот опять же возвращаясь прокомментировать эту реплику, например, что сейчас можно запустить дрон и посмотреть, сколько мы выкопали земли, когда рыли какую-то яму. Но опять же, если смотреть с точки зрения уголовного дела, возбуждения уголовного дела, это имеет достаточно большую проблему, потому что в органах соответствующие применимые консервативные подходы и опять же приходится это все пересчитывать руками и так далее. То есть с одной стороны выявить это все автоматически метод безусловно хорошо и просто, но зачастую уже именно если собирать под какую-то доказательственную базу, то безусловно приходится здесь уже и конкретным специалистам подключаться для того, чтобы это было максимально прозрачно. Безусловно, с точки зрения почт, опять же, политика у компаний разная, действительно используют корпоративные почты, но одни компании говорят, да, это собственность, несмотря на то, что это корпоративная почта, это собственность сотрудников, мы не можем даже, несмотря на то, что есть это все на рабочих компьютерах, мы эти данные предоставить вам не можем, в других таких запретов нет. Но, допустим, есть запрет на использование почты, но, допустим, есть возможность смотреть частоту звонков между теми или иными сотрудниками, выданы корпоративные телефоны и почему-то действующий сотрудник созванивается с бывшим своим руководителем, которого уволили в принципе за дисциплинарный проступок, потому что выявили недобросовестные действия с его стороны и у них почему-то продолжается коммуникация, как еще впоследствии выяснилось, он связан с поставщиком, которого ввели в контур совсем недавно. Павел, подскажите, пожалуйста, все-таки DLP надо легализовать или ну его нафиг? Все работает сама как-нибудь. Нет, безусловно, ее легализовывать нужно, потому что здесь, ну вот, например, мы используем DLP-систему, да, у нас есть корпоративные компьютеры, есть там корпоративная почта, но опять же есть там личные мессенджеры, допустим, да, вот как тоже здесь по-узски правовой момент запретить их использовать, но опять же, в текущем московском ритме я сложно представляю, как можно, допустим, запретить использовать эти... На самом деле с точки зрения экономической безопасности самое важное разрешить как можно больше мессенджеров и возможностей для использования, то есть не надо ничего запрещать. Но в том-то дело, Чем больше бардака, тем лучше для выявления преступлений. Но с точки зрения правовых последствий тоже, насколько мы затрагиваем личные данные. Наверное, если уведомлять, то все будет. Даже у наших западных партнеров сложилась такая практика. Неоднократно суды принимали решение, что если человек использует личные данные на корпоративной рабочей станции, скажем, пишет что-то, работодатель в этом не виноват. То есть это уже его проблема. То есть это такая сложившаяся мировая тенденция. Понятно, что это не 100%, но примерно 95-96 точно. То есть здесь вопрос очень тонкий. Коллеги, скажите мне, пожалуйста, вот мы выяснили, что вы все успешно купили ДЛП, потом еще потратили столько же денег на железо, потому что все эти теневые копии, они, ну вот, весят не вот этот вот стакан воды, а весят очень много. А вот, например, страхование выяснило, что надо информацию хранить в течение какого времени. Договор страхования действует обычно в какой период? Бывает трехлетний, бывает пятилетний. Обычно действует год. И вот для того, чтобы когда случается страховой случай, договор уже перестал действовать, выяснять, что надо заглянуть туда, за горизонт. И выяснило, что места для хранения этой информации очень надо много. Как вы думаете, в облаках это здорово хранить? Это несколько дешевле. Это не так дешевле, как кричат о том, что облака это дешево. да нифига не дешево. Мы считали и по большому счету это дешевле, но незначительно. А вот коллеги, я так понимаю, что большинство из вас применяет ДОП для предотвращения утечки конфиденциальной информации? Так? Или кто-то из вас применяет ее для выявления хищений, коррупции и т.д. Да не может быть. Я думал, таких нет. Есть, да? Хорошо. То есть у нас в зале, мы не будем сейчас акцентировать, есть люди, которые имеют опыт использования ДОП для выявления, будем так говорить, экономических преступлений. Вот. Я раньше называл для выявления мошенничества, потом выяснилось, что, собственно говоря, никому выявление мошенничества в большинстве компаний не надо, потому что там, где ты подчиняешься генеральному директору, он тебя вообще ненавидит и боится, и стремится как можно быстрее, чтобы ты уволился или ушел, потому что главный мошенник известен. Просто есть такое построение граф, ну, связи, и там можно столько интересного увидеть, когда ты понимаешь, как работать на ДЛП, и ты узнаешь те вещи, которые абсолютно никто не хочет узнавать. Например, мне в одной компании стало жутко интересно, почему зам генерального и товарищ, который отвечает за закупки с одной фамилией, да, мне говорят, не, не, они говорят, не братья, они говорят, однофамильцы. Блин, ну, казались, нет, не однофамильцы. А вот дальше мне сказали, не, его не надо, потому что, говорит, он дружит с генеральным директором. То есть, вот такая вот очень интересная вещь, а собственнику бывает, собственно говоря, не очень интересно. И у меня такой вопрос, вот для, в целях ИБ, я точно знаю, что ДЛП надо легализовывать и рассказывать о том, что стоит ДЛП, проводить учения, обучать людей, да, то есть, постоянно надо им об этом напоминать, ну, как комплайнс определенный, это дисциплинирует, это помогает. Сразу скажу, что в одной компании, куда мы пришли, так получилось, что там служба экономической безопасности отвечала, несмотря на то, что в штате не было сотрудников, за информационную безопасность, потому что служба ИБ была настолько слаба и беспомощна, что мой руководитель, который сейчас в Центральной банке работает, он решил создать под другим соусом службу информационной безопасности в определенном моменте, в экономической безопасности, хотя она раньше была. И купили ДЛП, а ее не использовали. Она что делала? Лежала на полке. Ее не использовали, и возник вопрос, значит, первое, с чего начинают, ну, искать обычные утечки инфициальной информации. Самое интересное, что вот было выявлено 100 утечек, как вы думаете, сколько человек уволили из компании 100 человек за эти утечки? Два человека. Все остальные, по-моему, до сих пор успешно работают. Потому что сват, брат, хороший человек, незаменимый человек, и все остальное. Эти люди, кстати, обратились в суд, но были собраны доказательства, предоставлены в суд, которые они не выиграли в суд. Обычно у нас, вот самое интересное, по трудовым спорам, по статистике, даже это удивительно в нашей стране, но очень часто выигрывают там 50% те люди, кого увольняют. Обычно у нас продательных приговоров вы знаете сколько? Менее 10%, да? Здесь немножко по-другому. И вот эти люди не сумели. Но нам стало неинтересно, откровенно сказать, этим заниматься, и мы что сделали? Мы предложили с помощью ДЛП выявлять экономические преступления. Мне сказали, это возможно? Я говорю, ну, возможно. Я говорю, ну, надо подумать, как. Мы взяли, рассмотрели все сильные стороны и слабые стороны ДЛП и снесли все, что вендор, будем так говорить, предустановил. Все снесли абсолютно вообще и поставили свои настройки. Через месяц мы выявили первого внутреннего жулика, который выносил деньги, самое смешное, не из нашей компании, из других страховых компаний, вместе с внешними жуликами извне. И нас поверили. Как вы думаете, вот в целях экономической безопасности надо рассказывать, что у вас есть это подразделение, и легализовывать его, и всем говорить, за вами смотрят, если что, вас поймают, вас посадят, вас уволят, коллеги, на самом деле, если систему для ИБ легализовать в целях информационной безопасности, вам этого вполне хватит для того, чтобы решать задачи экономической безопасности. Наше законодательство, наш уголовный кодекс, уголовно-процессуальный кодекс позволяет легализовать, зная, как, любые доказательства, и пусть тебе говорят о том, что они получены недопустимым путем, все это бред, путь можно сделать допустимым, если знать, как это делать. Я не хорошие вещи говорю, но это так. То есть, если вы знаете, как это делать, вы это сделаете. Но если вы будете рассказывать, как у нас информационная безопасность рассказывала всем, мы ДЛП не используем, ее использует экономическая безопасность, они за вами слежку устроили. Вот это очень плохо. Поэтому по возможности об этом подразделении, о том, о чем занимаются эти люди, не должен знать никто. Не надо им, чтобы они расписались. Потому что если они расписались, это уже называется комплайнс. Давайте мы уйдем туда, как происходит это в западных компаниях, где они также нарушают закон на самом деле. Вот эти сказки о том, что они законопослушные и все у них правильно, это бред чистой воды. Также они нарушают, также они используют, будем так говорить, не самые правильные методы для выявления мошенничества и хищения. Это действительно так, коллеги. То есть мы выбираем два варианта. Или мы занимаемся комплайнсом, риск-менеджментом и предупреждаем людей о том, что мы делаем. Или мы выявляем мошенничество и хищение. То есть руководство должно определиться, что оно хочет. Понимаете, о чем я говорю, да? Если они говорят, мы желаем, чтобы вы выявляли, значит, по возможности вы должны разрешить все мессенджеры, пусть они используют, пусть они скачивают, пусть они используют графический редактор, чем больше, тем лучше, тем больше вы будете знать. То есть или выбрать один, который вы можете хорошо и спокойно, скажем, контролировать. Один мессенджер, вы его на 100% контролируете, один графический редактор и другие программы. И ваша задача настроить оборудование на то, чтобы вы контролировали эти каналы, чтобы вы знали прекрасно о том, что человек приходит и с помощью, грубо говоря, телефона скидывает информацию, хотя с флешки он скинуть не может. Вот у меня была уникальная ситуация. Я вижу, что человек, я не помню, как это протокол называется, который это позволяет, у него запрещено, с флешкой он придет, он скинуть не может. Он приходит, подсоединяет телефон и перекидывает фотографии документов на рабочую станцию. Я спрашиваю ВВБ, я говорю, у него же закрыто, да, закрыто. Я говорю, а как он это делает? А мы не знаем. Ну, естественно, я-то узнал, да? И вот здесь возникает вопрос, вот вы этот канал должны контролировать, тогда вы узнаете много нового и интересного о том, чем занимаются ваши сотрудники. Это очень этическая сторона по одной простой причине, потому что узнать много нехорошего можно, да? Например, у нас в компании был один сотрудник в нашем подразделении, руководитель, который был из внутренних войск, но руководил успешно 10 лет подразделением департамента безопасности, он говорил, у меня все хорошие, за моими сотрудниками следить нельзя. Но так получалось, что они все равно попадали в поле зрения, то есть все равно они же контактируют с другими сотрудниками, которые стоят на агенте и вся эта информация собирается и ты все равно хочешь, не хочешь, многие вещи видишь. И нас заинтересовал один сотрудник, который у нас очень любил ездить в регионы и занимался подбором персонала. Нам стало интересно, а что он так на своем ноутбуке постоянно работает на рабочем месте. И мы ему запретили приносить. Он месяца два мучился, через два месяца он начал все это делать на рабочей станции. Через две недели его не было, потому что наш руководитель сказал, я семьянин, я за традиционные семейные ценности. А после этого сказал, всех поставить на агент. Всех наших сотрудников поставить на агент и за всеми смотреть. То есть пока он не убедился в том, что это работает, ему это было неинтересно. Это я несколько ушел в практическую плоскость, об этом можно говорить долго, потому что кейсов у меня много, я думаю, что не всем это интересно, потому что я говорю, здесь возникает этическая сторона вопроса. У меня вот такой вопрос возник. А могут ли вообще выпускники вузов, у нас сейчас учат экономической безопасности в нескольких вузах, кафедры есть, обучают сотрудников, вот они могут прийти и начать работать? Или у кого-то есть такие примеры? Я, например, в МВД знаю двух-трех человек, когда я работал, которые после высшей школы милиции пришли и начали заниматься оперативно-розыскной и агентурно-оперативной деятельностью. А у вас есть примеры, когда люди приходят после вузов, такие подготовленные, крутые, и сразу начинают работать? Или они еще там год-два-три учатся? Коллеги, у кого-то есть такие примеры? У меня вот вопрос Владимира Родесского. Скажите, пожалуйста, что не так с нашим образованием? Почему вот нет этого? Во-первых, я хотел бы поприветствовать всех. Спасибо, что пригласили. Я часто приходится выступать в таких аудиториях. Я хочу сказать о том, что работаю я сейчас в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Мы еще в конце 90-х годах создали кафедру, она тогда была кафедра, называлась кафедра анализа рисков и экономической безопасности. Впоследствии она была преобразована в факультет, мы первые в России это сделали, и дальше стали готовить специалистов. Мы подходим к этому вопросу довольно-таки и самое главное, жизнь показала, что мы действительно шли на правильном пути. Мы действительно создали направления новые, которые потом переросли в довольно-таки очень сильные научные направления, научная школа и стала процветать. По нашему пути пошли многие вузы, стали создавать кафедры, стали создавать факультеты и так далее. А что же вы вопрос задаете, вы сами здесь тоже обсуждали, выступающие четко ясно говорили, в чем проблема? Проблема прежде всего в кадрах. Во-первых, как учить и чему учить? И во-первых, самое главное, а что вы берете в основу? Я очень рад о том, что с учетом нашей проработки вы сами знаете, появились самые основополагающие документы, это прежде всего указы прецедента о стратегическом обеспечении экономической безопасности, это 18-й год, потом национальной безопасности, потом сейчас еще последний документ майский. И самое главное, что смотрите, что информационная безопасность, это составная часть, это во всех документах написано, составная часть экономической безопасности. А почему? Это очень просто, потому что экономическая безопасность, то есть все составляющие, она влияет на экономическую безопасность предприятия. А что такое экономическая безопасность? Некоторые не с ружьем стоят, а это прежде всего обеспечение экономической стабильности функционирования самого предприятия. То есть благодаря вашим мероприятиям вы обеспечиваете стабильную работу своего предприятия. А также повышение уровня конкурентоспособности. вы формулируете, даете возможность фундаменту экономической экономики любого государства, это прежде всего уходящий субъект предприятия, процветать. И хочу сказать о том, что, значит, это действительно очень важно. Тогда вопрос следующий, вы мне задаете вопрос, ну хорошо, а чему вы учите, что вы берете, а что вы за основу берете? Так я вам хочу сказать, у нас подход довольно-таки очень простой. Прежде всего, в основу положено у нас то, что мы говорим, это обеспечение, то есть выявлять, то есть мы учим всем прежде всего, это выявлять причины и условия, которые могут негативно предприять на предприятии. Каким это способом? У нас существует направление подготовки, это прежде всего управление, анализ управления рисками, следующее существует экономическая безопасность, ходя из субъектов, следующее идет у нас направление финансовое расследование, которое делаем, есть также направление комплайнс, которое тоже делает внутри контроля. Так вот, в чем заключается изюминка? Изюминка очень проста, она практика показывает, прежде всего, каждое предприятие это специфика, она не при всем, даже если однородное производство, я вам гарантирую 100%, все равно вы найдете разницу, одно предприятие работает хорошо, другое плохо, но в чем, вот в чем причина? А есть внутренние факторы, которые влияют на деятельность предприятия, даже безалаберный директор, плохой персонал и так далее, или наоборот хороший. Так вот, прежде всего, надо отметить, что мы учим людей проводить именно, как мы говорим, риск аудит, то есть проверять предприятие, сканировать, выявлять, какие же факторы могут повлиять на деятельность предприятия. и разрабатываем, я вот здесь четко хочу вам сказать, с учетом специфики каждого предприятия, каждое предприятие должно разрабатывать свою систему обеспечения экономической безопасности по каждому направлению, начиная, потому что экономическая безопасность выбирает в себя подбор кадров, работу информационной безопасности, непосредственно экономической безопасности, ведь от того, что как вы подберете кадры, это зависит от того, что будет у вас добросовестный бухгалтер, менеджмент и все прочее, который способен будет вам правильно отчеты делать или нет, или не будет. То есть я опять сконцентрирую ваше внимание вот на чем, именно для каждого предприятия с учетом его специфики, когда вы привели полный анализ всех бизнес-процессов, вы должны разработать непосредственно так и называется систему экономической безопасности. А чем дальше оно должно руководствоваться? Вот здесь как раз возникают те правовые вопросы, которые именно очень важны. Вы должны обязательно в порядке разработать целый пакет внутренних локальных документов, которые защитят вас от всех неприятностей. Ну прежде всего мне очень жалко, что сегодня прозвучал ГОСТ-180-44 2007 года касаясь ДЛБ. Там же четко расписано расписано что, чего, зачем, почему, каждый что, чего должен делать. Определены конкретные направления. Мне очень жалко, что не упоминали 152 ФЗ. Это персональные данные. Вот эти все свои разработки, вы должны четко учитывать эти все документы и ряд других документов. Непосредственно есть документы самого Центрального банка по информационной безопасности, как здесь было же сказано, с учетом специфики финансо-кредитной системы. Непосредственно предприятия. И самое главное, мне очень понравилось, здесь было сказано самое главное в основе. Никто вам не дает право нарушать конституционные права человека. Это его самое главное изюминка, которые вы должны прежде всего учитывать. И здесь очень важно как раз вопрос иметь в виду, когда я сказал, что локальные документы. Локальные документы, которые разрабатываются, они позволят вам защитить вас, спасти от тех претензий, которые вы можете получить от сторонних организаций, правоохранительных или иных, за нарушение конституционных прав. Следующий вопрос, который я хотел бы просто затронуть и сказать. Вопрос, когда для каждого с учетом этого разрабатывается, вот к нам очень много обращается предприятий, я хочу сказать о том, что мы помогаем. Мы проводим разработку системы экономической безопасности и управления риском по каждому направлению. Почему? Потому что мы рассматриваем риски как элемент обеспечения экономической безопасности. Вот я как ГОС назвал 180-44 2007 года, как раз и там тоже определены по ДЛП вопросы, касающиеся самой структуры организации этой системы. И хочу сказать, подтвердить, что правильно Володя говорит, посредством ДЛП можно саму организацию так выявлять все негативные процессы, которые связаны с деятельностью предприятия. Это система обеспечивает непосредственно контроль, но контроль должен быть, опять повторюсь, должен делать в рамках чисто закона. Поэтому я очень доволен тем, что очень долго можно, я не собираюсь лекции читать, я просто именно про основу хотел акцентировать внимание. И хочу сказать, вот пример Игорь Лебедев, тоже наш ученик, тоже вот видите как, хороший все-таки специалист. И я очень рад, что все выпускники нашего направления, вот экономический безопасный, 98% работают чисто по специальности. И по крайней мере я очень доволен, что и вот сотрудник Ростелекома тоже, который пригласил меня, он тоже учился у меня. Я рад о том, что все они работают и занимают довольно-таки неплохие должности и, так сказать, успешно работают, защищают интересы хозяйственных субъектов. Потому что это очень важно. Обеспечение экономической безопасности это и есть основа процветания в целом нашего государства. Спасибо. Спасибо большое, Владимир. Да, задавайте, пожалуйста. Девушка подметила то, что придется в том числе согласие на обработку персональных данных, целями которого получается использование DLP-системы. Получается, в следствии 152-го федерального закона, если мы такое согласие берем, DLP будет являться информационной системой персональных данных. Соответственно, согласно 152-го федерального 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 21-го приказа в СТЭК, поставление правительства 11-19, мы должны применять организационно-технические меры для защиты информационной системы персональных данных. В наших реалиях это получается DLP. И вот вопрос в следующем. Были ли какие-то кейсы, примеры, когда DLP категорировали как информационную систему персональных данных? И действительно ли это так? Потому что если это так, то к стоимости DLP мы должны будем еще прибавить стоимости защиты ее как организационной, так как участие технической. Просто как бы об этом никто не говорит, а вот уже вопросы такие есть. Спасибо. Я, наверное, сначала специалистом по DLP, а потом я выскажу свою точку зрения по этому вопросу. Спасибо. Да, отличный вопрос. Здесь скорее это была такой ненормативная декларация, что да, нужно получать такое согласие на обработку персональных данных. Это скорее такой подстраховочный вариант, когда работодатель понимает, что все-таки частная жизнь сотрудника и рабочее его время, они в некотором смысле пересекаются. И понятно, что каждый из нас так или иначе какую-то информацию о себе, какие-то личные файлы, фотографии, все что угодно может хранить на рабочей станции. Тем более, что сейчас у нас период удаленной работы и как-то все смешалось. И работа, и дом, и все остальное. Поэтому здесь скорее это такая подстраховочная мера, когда действительно на рабочую станцию попадают личные персональные данные, и работодатель при этом говорит о том, что не нужно этого делать, рабочая станция только для работы. Но если твои данные каким-то образом попали, ты их разместил, ты сохранил какие-то файлы свои, если твои файлы попали на рабочую станцию, значит DLP система будет конечно же их мониторить. Здесь вариант такой. Просто нам закон строго говорит, если система обрабатывает данные, она уже является информационной системой персональных данных. Если она ей является, тогда вы должны в зависимости от уровня защищенности этой системы сделать модель угроз, определить ее уровень в зависимости количества обрабатывающих персональных данных и от самих данных в том числе. Мы понимаем, что DLP система сейчас настолько развита, что помимо иных данных могут быть и биометрии, могут быть и спецкатегории. Соответственно с этим защита тоже стоимость ее и документы они в цене тоже возрастают. Просто здесь такой вопрос, если это является, тогда мы это обязаны сделать. Она является, потому что интеграция идет с ADE, с другими системами. Поэтому нас контролирующие органы обязывают это сделать. Просто кто-нибудь вообще это делал? А вот смотрите, какая вещь. Вы сами задали вопрос, и мы уже с вами частично его затронули. Смотрите, если возьмете 152 ФСЗ, то там четко сказано, что является персональным личным данным, что не является персональным. То есть запрещено использовать без моего разрешения. А что разрешается использовать? Там четко есть градация. Это первое. И второе, помните, когда я говорил о том, что правоаспект разработает соответствующие рекламе по DLP, его использование. И самый внутренний локальный документ. И самый показатель о том, что какие данные вы будете копить, накапливать и королируются они 152-м ФЗ. Вот я не зря обращаю ваше внимание на внутренний локальный документ. Очень много, потому что когда мы приходим, вот как нас приглашают в предприятие, и когда мы смотрим, они не обращают на это внимание. То есть вот собственники, вот DLP, они не акцентируют. И когда мы их поправляем и говорим, а вот давайте мы вот это, то что есть, мы уберем. Это не надо, потому что вы используете все данные. А вот эта категория не относится к запрещенному. Пожалуйста, вы можете использовать. Опять, регламент нужен для каждого предприятия. Вот я на что хотел обратить внимание. Понимаете меня? Вопросы вы ставите по легитимности DLP. У меня вообще этот вопрос никогда не стоял. То есть я смотрю как процессуалист, и я с вами полностью согласна. Наше законодательство уголовное. можно по-еврейски вопросам на вопрос. Скажите мне, пожалуйста, вот если вы встали, DLP это инструмент информационной безопасности или экономической, насколько изначально это инструмент информационной безопасности, сейчас все шире его используют факультативно для противодействия коррупции и выявления мошенничества. Насколько легитимно использование вообще DLP для этих целей? Вот на ваш взгляд, Софья? Я считаю абсолютно легитимно и наше законодательство оно в этом плане все нам предоставляет, например, федеральный закон о коммерческой тайне. Там конкретно говорится о том, что наш владелец информации должен предпринять все меры для того, чтобы наша уголовная система могла его защитить. Уголовная, гражданская, арбитражная. Соответственно, я в суд и правоохранительным органам, если я занимаюсь обеспечением информационной безопасности компании, я предоставляю все документы и описываю все эти инструменты, подтверждающие, что собственник информации принял все меры для защиты своих данных. Это, конечно, положение коммерческое тайне, это NDA, про которое здесь не было сказано. То есть, те самые нормы о DLP можно и в NDA включить. Это можно и в трудовой договор. Софья, NDA с кем подписать? Что-то не очень понял. Что? NDA с кем подписать? С работником. С работником? Да, конечно, в NDA можно включить, конечно. То есть, вот эти ваши уведомления о том, что используется DLP, мне как юристу это абсолютно ничего не дает. А вот, когда у него это в NDA включено, это намного больше даст эффект. Правильно, это то есть нормативное оформление внутренних локальных документов. Конечно. Которые разработаны с учетом специфики вашего предприятия. Вы правильно говорите? Да, и с учетом тех данных, которые существуют на данном конкретном предприятии. То есть, там информации, которые у нас в правовом поле, это помимо коммерческой Тани, конфиденциальная. Я понял вашу позицию. Спасибо. Олег, вы хотели сказать? У меня вопрос. Да, Да, вот как вам, как практика. Вы к кому хотите задать? Потому что, если честно сказать, я практик, я не теоретик. Я практик, у меня вопрос практический. Вы к кому хотите вопрос задать? У меня вопрос по экспертизе. Очень приятное взаимодействие с ЭКЦ МВД. С 99-го года и 2001-го года у нас были приняты методики по компьютерной технической экспертизе. и они до сих пор не апгрейдены. То есть, что вообще, ну вот, насколько вы имеете отношение к экспертной деятельности, что предпринимается, то есть, нам вот, практикам этого не хватает. Спасибо. Ну вот, с точки зрения, я все-таки работал, сейчас уже не работаю, да, ВКЦ МВД. Я отвечал именно за экономическое направление, хотя, понятное дело, что с компьютерно-техническими там и комплексные экспертизы назначаются. С точки зрения методик, опять же, ведь у нас какого-то подхода, да, реестра методик до сих пор не существует как такового. И здесь, опять же, да, решаются разными способами. Если брать экспертные учреждения Минюста, то они, допустим, свои какие-то умозаключения, рекомендации опубликовывают в статьях, например, да. Если брать систему МВД, то там подход такой, что главная организация разрабатывает методику и рассылает ее по местам, да. Но, опять же, это носит такой вроде как и не ДСП-шный характер, да, но в то же время оно, в принципе, в системе и остается. Мы, допустим, вот в 17-м году разработали учебное пособие судебно-экономической экспертизы по уголовным делам, где, в принципе, собрали как раз-таки опыт за последние 15 лет, то есть, опять же, главная организация наша лицензирует заключение и так далее, аттестовывает сотрудников, но в целом, да, этот вопрос, он актуальный по методикам, в других, допустим, если анализировать страны СНГ, то, допустим, есть реестр методик, есть реестр аттестованных экспертов, и который ведется, допустим, в Минюстон, у нас сейчас такого нет. Вопрос актуальный, как бы, опять же, закон о судебной экспертизе в новой редакции он не принят, у нас, опять же, есть о государственной судебной, но вопрос открытый по негосударственным экспертам, то есть, у нас большое количество негосударственных экспертов, которые так сами себя назвали и являются таковыми, но этот вопрос, он действительно открыт, действительно, может быть, кому-то верят эти полномочия. Ну, вот насчет судебной экспертизы, у меня была одна ситуация, когда дело дошло до судебной экспертизы, и я приехал к судебному эксперту, это было мое дело, касалось меня, и я ему говорю, надо сделать правильно, он на меня смотрит, молодой человек говорит, у нас, говорит, три ответа, и все три правильных, вам, говорит, какой? И тут я понял, что все три варианта, которые он даст, они будут правильные, я говорю, тот, который в моей экспертизе, понимаете, о чем я говорю, да, то есть, очень такая тонкая играть, Олег, будьте добры. Я только единственное, что хотел уточнить, что все мои научные наработки, это результат как раз практики, более 30 лет проработал в правоохранительной системе, а как раз кафедру в конце 90-х годов создал, когда еще будучи первым зам директором налоговой полиции, который принимал, вернее, участвовал, непосредственно разрабатывал и придумывал. Так вот, значит, и оттуда родилась идея у меня как раз создать направление подготовки кадров для экономической безопасности. Олег, пожалуйста. Друзья мои, Владимир, большое спасибо, что про конституцию вспомнили, а то как-то совсем про нее забыли и чудесно придумывали много. Но у меня вопрос вот какой. Мне не покидает ощущение, что ваши представления коллективные на сцене о легализации правового обеспечения ДЛП, оно отлито из каких-то монументальных конструкций. Но в обществе существуют три вектора приоритетов. Безопасность, эффективность и правовые свободы граждан. Сейчас вектор безопасности с большим отрывом на первом месте. Но ведь это же изменится когда-нибудь, рано или поздно. Как тогда вы будете отступать завоеванных позиций легализации и укреплений ДЛП в этих условиях? Я, допустим, могу прокомментировать. То есть я на самом деле не придерживаюсь того варианта, что безопасность на первом месте, потому что если вот звучали реплики такие, что можно тайно что-то снимать, записывать и так далее, но как минимум если коллективно люди об этом не будут знать, то коллективно если вдруг один человек как-то это узнает, что за ним следят и информации об этом нет, то может просто возникнуть некий бунт на корабле, который может быть не так просто подавить. Поэтому я вот здесь как раз таки за то, чтобы это все было максимально прозрачно, открыто и в первую очередь не нарушало права граждан, права сотрудников. То есть моя позиция такая. Я с вами согласен по поводу того, что законить ДЛП это в первую очередь создание внутренних локальных актов. Но у меня вопрос и замечание дело в том, что в соответствии со 152-м федеральным законом существует 4 категории персональных данных. Начиная с прошлого года на каждое из них надо получить соответствующее согласие. И начиная с прошлого года появилась еще одна статья 10.1 по поводу распространения персональных данных. И тогда у меня вопрос. какое согласие мы должны получить для ДЛП-системы? Вот из этих пяти согласий. Потому что личные данные, которые существуют в этой системе, она не попадает ни под какой. Резонно. Леш, ты... Я прокомментирую. Согласий существует три. Согласие в письменной форме. Оно распространяется на биометрию, спецксигории, согласие на персональные данные, разрешенные к распространению, и согласие на обработку персональных данных, которому требования не предъявляются вообще никаких. Я согласен на обработку персональных данных. Можно устанавливать цели, можно указать лиц, которым будет передаваться, а можно ничего этого не указывать. Пребования к такому согласию не указывается. Поскольку DLP-система у нас ну, во-первых, будет зависеть, конечно, от того, какие данные туда попадут. Как я уже говорил, при желании к системе обрабатывающей персональные данные можно отнести и антивирус, и систему резервного копирования, и много каких систем еще. Но, если я правильно помню, одним из признаков преступления является умысел. Эта система не предназначена для обработки персональных данных. Они туда поступают каким-то нежданным образом. Это побочный эффект, можно так сказать. Поэтому я думаю, что обработка персональных данных в системе DLP-это такая клевоватая конструкция, и, насколько я знаю, Роскомнадзор ни к системам антивируса, ни к системам DLP претензий не имеет. Да и, скорее всего, не будет в ближайшее время иметь. Коллеги, у нас уже время выходит, я хотел бы кратко подвести итоги дискуссии. Мы выяснили, что легализовать DLP надо. Действительно, надо. В рамках информационной безопасности. Кто-то может легализовать в рамках экономической безопасности, если есть желание. Сразу скажу, у меня опыт такой есть. У нас не было легализации по информационной безопасности. Мы легализовали внутренним локальным документам по департаменту безопасности. И все хорошо абсолютно проходило. Принимали, суды принимали, абсолютно нормально. То есть, здесь вопрос, как это сделать. Что мы все-таки опять, вот у нас, знаете, какая проблема возникает? Мы пытаемся скрестить лошадь с дельфином, наверное. Вот честное слово. экономическая безопасность это все-таки экономическая безопасность. Но, к сожалению, для нее никто не делает инструментов. Просто не делает. И безопасники экономические вынуждены использовать инструменты информационной безопасности, которые уже есть готовы. Я всегда спрашивал, когда появится система для экономической безопасности. Меня смотрели как на идиота. Говорят, до рынка? Говорят, нет. Ты, говорит, пойми, что, говорит, и ДЛП для информационной безопасности покупают после большого-большого пинка, говорит. И в большинстве компаний она лежит, говорит, и не используется. А примеры, когда локально экономическая безопасность используют или инициативно для выявления мошенничества, хищений, противодействия коррупции, они вообще единичны, на самом деле. Мне приятно, что коллеги есть в этом зале, потому что на самом деле они или боятся об этом рассказывать, ну по ряду причин, или еще что-то, или им стыдно говорить, потому что у них нет результатов. Такое все может быть. Я хотел бы поделиться опытом и закончить дискуссию, потому что уже время вышло. Поймите, что если вы хотите получать положительные и хорошие результаты по экономической безопасности, вам не только DLP надо, я уже вначале говорил, вам надо логи и CMA, вам нужен прокси, вам нужен антивирус и много чего. И вот если у вас будет цифровой профиль, где будет привязываться к конкретному ID, ID это человек, да, вся эта информация подгружаться, собираться, чтобы вы могли в любой момент упасть туда, в этот ID, и все это подгрузилось, и вы увидите очень интересную целостную картину. Сразу скажу, что есть одно большое-большое госпредприятие, где они сами того не ведут, и это сделали, они сделали цифровой профиль сотрудника в других целях, но прицепили все, и получился очень интересный результат. Идет подгрузка, человек приходит устраиваться на работу, его проверяют, мы здесь не успели сегодня коснуться асинта, сбора информации из открытых источников, и не надо, потому что у нас здесь Андрей Масалович, я знаю, выступал, вот его проверяют по открытым источникам, вся эта информация собирается, если человека принимают, вся эта информация собранная на нем, она автоматически уже создается ID, когда человека проверяют, она подгружается, и вы уже видите, что человек говорил при приеме на работу, и что человек после того, как его приняли, и столько будет всего интересного, вопрос в том, что сотрудникам информационной безопасности это часто не надо, они не понимают важности тех сведений, которые собираются, они не умеют часто проводить расследование, не из-за того, что они идиоты, они заточены по-другому просто, у них, вот как наше поколение, да, которое сейчас растет, оно заточено на другое, да, и они вас никогда не поймут, если будете рассказывать, как вы стояли в очереди за туалетной бумагой, да, то есть они этого не поймут, то же самое и здесь, вот, поэтому, коллеги, мне приятно, что сегодня вы собрались, если есть вопросы, давайте еще ответим, и я предлагаю закрыть это. чтобы обезопасить себя от претензий сотрудников, ну, в части их конституционных прав, что нарушение личной переписки, тайны личной жизни и так далее, может быть, набор минимальных документов, там, не знаю, расписка, обознакомление, что система работает, регламент этой системы. Да, ну, вот я уже в самом начале нашего трека как раз рассказывала по этому вопросу, здесь, ну, так, разобью ответ на две части, да, мы все говорим о том, что мы нарушаем, мы можем нарушить конституционные права сотрудника и так далее, и так далее, и наравне с этим мы должны помнить всегда, что у самой организации также есть обязательства, обязанность по 149-му ФЗ, да, о том, чтобы защищать свою информацию, защищать, там ведь информация не только работодателя, там есть информация клиентов, заказчиков, ну, и так далее, поэтому использование технических средств, оно вполне себе легитимно. Другой вопрос, что важно действительно легитимизировать на уровне компании, вот как коллеги говорили, принять там локальные акты, которые довели бы до сотрудника информацию о том, как используется DLP, что может, что не может делать сотрудник, и он обязательно должен быть уведомлен. И, кстати, многие там заказчики даже используют какие-то там условно чуть ли не заставки на рабочих станциях, когда человек только двигает мышкой, там садится, и у него тут же всплывают уведомления. В общем, можно разные способы использовать, но отвечая на ваш вопрос конкретно, в части документов какие нужны. Минимальный базовый набор, это как минимум в организации должен быть принят регламент по мониторингу и контролю, как раз о системе DLP, о том, как она работает, куда погружается, что хранит, где хранит и так далее. Это должен быть регламент об использовании рабочих ресурсов, где сотруднику подробно поясняется, что он может делать, чего не может делать, вплоть до того, что как он использует свои пароли, как он логинится, что это там должно быть в секрете, потому что есть судебная практика, где сотрудник приходит в суд и говорит, а это не я, это я не знаю, кто там отправлял с моего ноутбука что-то куда-то и так далее. То есть нужно очень подробно и детально описывать все права и все обязанности сотрудника и работодателя в отношении сотрудника как раз, чтобы соблюсти святая святых конституционные его права. Видимо, явный запрет на хранение личной информации. Очевидно, да, и вообще в целом даже вот многие коллеги, я думаю, меня поддержат, кто сталкивается с историей по легитимизации, вообще чем больше документов, чем в большем количестве документов в вашей организации будет указано, что сотрудник должен хранить личную информацию, что системы DLP, ее задача не собирать ваши персональные данные. Задача DLP системы защищать и охранять активы компании. Компании неинтересно читать, что вы там с кем переписываетесь, но вы должны понимать, что если вы переступаете вот эту черту и вы начинаете все-таки хранить свои личные данные, да, вас там, возможно, за это никто не накажет, но здесь уже вы как-то вступаете на совершенно другое поле. Друзья, спасибо большое за то, что вы сейчас были с нами, спасибо вам за то, что вы задавали вопросы. Это говорит о том, что вам не безразлично то, что происходит. Я вам искренне желаю успехов в работе именно в противодействии коррупции, хищениям, с помощью технических средств. и почаще собираться и обмениваться не только теоретическим, но и практическим опытом. Спасибо большое. Сессию объявляю закрытой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ